Я в лагере в первый раз. Таких не по-детски серьезных ребят в оздоровительном лагере средней школы номер 20 оказалось несколько десятков. Несмотря на ранний час, эти мальчишки и девчонки полны оптимизма и уже готовы встречать новый день и новые эмоции. Сначала мы идем на зарядку, потом кушаем, потом идем в кино, потом идем на обед, спим, идем гулять и тогда уже родители забирают. Не зря говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Летняя компания в средней школе номер 20 носит символичное имя – сказка. И не зря. Педагоги постарались, чтобы отдых и оздоровление ребят получились разноплановыми и насыщенными. Игры на свежем воздухе, походы в кино, бассейн и, конечно же, правильное, полноценное и очень вкусное питание – вот залог успеха и популярности. Наш лагерь посещает 82 ребенка. Это дети из нашей школы, из ближних школ. Мы очень рады их приветствовать. Для детей предусмотрена разноплановая деятельность. То есть они в обязательном плане будут посещать бассейн, мероприятия кинотеатра «Беларусь». Запланировали мы также посещение станции спасателей и много другой разнообразной деятельности. Подготовительная работа по оснащению, комплектации, подготовке персонала началась еще задолго до теплых дней. Каждый год специалисты контролирующих органов прикладывают максимум усилий для того, чтобы отдых детей был качественным и полезным. Предварительно было проведено 4 комиссии и 5 семинаров, во время работы которых обучение проходили практически полтысячи сотрудников. Как итог, в областном центре сегодня начали функционировать 142 лагеря. Такая же работа ведется и в Брестском районе. В Брестском районе будет функционировать 56 оздоровительных лагерей. Из них 5 с круглосуточным пребыванием, 51 с дневным пребыванием. Это на базе учреждений образования. Длительное пребывание на свежем воздухе, правильный режим дня и рациональное питание являются основными средствами для восстановления сниженного в течение учебного года функционального состояния детского организма. Символично, что каждый год оздоровительный сезон начинается именно в Международный день защиты детей. В праздник, когда каждый малыш ждет особого внимания и заботы. Пожелание крепкого здоровья в этот день принимал и еще один, своеобразный ученик 20-й школы. Пусть пока его ножки не топают по коридорам учебного заведения, зато его мама, Ольга Пашкевич, в свое время работала здесь. Так уж получилось в жизни, что сегодня маленький Марк нуждается в длительном финансово-затратном лечении за рубежом. Недуг не позволяет малышу полноценно развиваться и ощущать вкус жизни. Несмотря на трудности, небезразличные люди не оставляют эту семью без внимания. Силами коллектива, школы, районного комитета БРСМ, ветеранского актива для мальчика к празднику были подготовлены подарки. 20-я школа лучшая. Связь держим с коллегами, с Ириной Федоровной. Дружим. Хочется пожелать им дальнейшего процветания. Мне бы хотелось, чтобы его детство, его болезнь, он этого не замечал. И все люди, все мы взрослые могли оказать ту помощь, чтобы дети не знали, что такое тяжелая болезнь, что такое война. И чтобы эта искренность и радость всегда была в их глазах. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУХТВ.